Продолжение следует... Продолжение следует... На самом деле, вот недавно мне мой товарищ, фотограф, художник, современный художник, как хотите назовите, он мне недавно сказал, он мне сказал так по-небратски, по телефону. Он мне сказал, а что тебе-то, что тебе жаловаться, ты что, с голоду умираешь? Ну, я, разумеется, вынужден был проглотить и признать, что да, я, в общем-то, не умираю с голоду. Я служу в уважаемом вузе Сепстрине, у меня там четыре группы. Я служу в средней художественной школе, у меня там два класса, золотиночки, чудесные дети. Еще я, кстати сказать, и в частной студии там немножко преподаю, то есть я с голоду не умираю, вроде бы ничего, все нормально. Казалось бы, только у меня ни времени, ни сил, ни здоровья уже не осталось, собственно говоря, на занятия тем самым искусством или современным, или хоть несовременным, хоть каким-то. Ну, тут так, из последних сил на каком-то оставшемся, видимо, продолжающемся по инерции энтузиазме я так пытаюсь там что-то делать. Ну, более того, я скажу, что с возрастом, с возрастом, видимо, с каким-то накопительным опытом жизнь заканчивается, а вдохновение начинается. И, собственно говоря, я вот, наверное, дойду до какого-то такого экстремального состояния, что, ну, в самом деле, мне уже ничего не надо будет. Вот мне вот, например, интересно смотреть на ваши прекрасные лица, ну, собственно говоря, тема разговора, и вот это вот, ну, как бы сказать, прямо скажем, нытье. Нытье по поводу того, что у нас тут все плохо, все тут, все, все, как там, все пропало, господа, все пропало, господа. Ну, то есть, да, ну, в чертовой матери все пропало, ну и да ладно. То есть, я имею в виду, дети-то, нет, ну, все, нет, ну, на самом деле, я, я, я имею, я имею опыт такой, что, ну, в принципе, мне вообще уже не жить. Как это вообще дело стоит с вашим видом искусства? С нашим видом искусства никак не обстоят дела. То есть, ну, на самом деле, современного искусства практически, ну, практически нет в том смысле, что не видно. Оно в моем сердце есть, в моем сердце есть, ну, может быть, в каких-то там интуициях, может быть, более молодого поколения, может быть, более молодого поколения, кто-то там, что-то там, какие-то интуиции, что-то там зашевелилось внутри. То есть, а нам нужен музей современного искусства? Нет, ну, разумеется, нужен. Нужен музей, в принципе, в принципе, музей нужен, да, современный. Нужно вообще отделиться от художественного музея. Это, кстати, вот первое, это надо записать. Но отделиться от художественного музея и выделиться в самостоятельную какую-то институцию или же структуру. Ну, то есть, ну, то есть, отдельно музей должен быть. Выставочный зал тоже отдельный должен быть. Причем, выставочный зал... А? Отдельную школу для детей? Отдельную школу для детей, пока я об этом не думал, потому что она у меня два в одном. Там, где я, там и академическое образование, и разговор о дискурсе о современном искусстве. Там, где я. А зачем музей современного искусства? Музей современного искусства для того, чтобы радовать зрителей, радовать вас и, так сказать, и обогащать. Такое обогатительное предприятие. Так, я еще... Вы говорите, что не хватает. Что? Да, да, да. Не хватает харизматических лидеров. Харизматических лидеров не хватает. Кто знает, кто является директором томского филиала или сибирского филиала Государственного центра современного искусства? Ручки, поднимите, пожалуйста. Кто знает? Ну, так, пятая часть, да, Толоконский. Пятая часть. Пятая часть знает. Он живет, на самом деле, в Томске руководит филиалом Государственного центра современного искусства. Живет, работает, так сказать, в Новосибирске. Ну, кому от этого, никому от этого не жарко, не холодно. То есть, ну, знает, ну, пятая, шестая часть здесь присутствующих. А там, вот там, за бортом, там вообще кто кого знает. Кто есть, кто хуис-хуид. Это вообще непонятно. Так, вот, харизматических лидеров нет. То есть, на самом деле, они есть, конечно, но они такие, вот, знаете, самопровозглашенные. Вот я, например, я самопровозглашенный. Я, например, вместе со своим молодым другом Филиппом Дершерайером, мы в 15-м году, в июле 15-го года, мы учредили Новосибирскую лабораторию современного искусства Неоакадемия. Ну, отчасти это было там с личной историей связано, но неважно. Неоакадемия. То есть, не о, не о в квадратных скобках. То есть, речь идет не об академии, не об академической традиции, а о какой-то иной традиции. Ну, как бы, новой, вот той самой новаторской традиции. Ну, так или иначе, освеженной и обогащенной. Так или иначе, ну, по нашим представлениям. И что бы вы думали, я сделал три выставки, ну, как бы прокурировал три выставки. Кому это эти ручки поднимите, пожалуйста. Кто был на моих выставках трех? Ну, о, отлично. Ну, так, там вообще пять человек. Кто пятая часть, а тут вообще пять человек. Ну, молодцы. И вот, наконец-то, наконец-то, я раскрасневшись, зардевшись, опунцовев, я, наконец-то, спрошу вас. А кто был на моей персональной выставке с 5 по 17 сентября проходившей, проходившей? Ну, десяток, ладно. Хорошо, молодцы. Другу хватит. Ну, так, да, молодцы, да. Эрегированные, такая, эрегированные руки такие. Ну, ладно, хорошо, спасибо. Надо, не надо, я не знаю. Я просто, я просто за базар отвечаю. Вообще-то мне их надо вообще еще? Нет, чего не хватает. Мне вообще уже ни черта не надо от вас. Вообще ничего мне от вас не надо. Константин, чего не хватает художников-новаторов в Новосибирске? Во-первых, дискурса не хватает. Никто ни с кем не общается. Вот придет, придет, посмотрит на меня, понимаешь ли. Мы друг к другу поулыбаемся. Вот здесь два художника есть? Ну, три. Ну, два, три, четыре там. Ну, в общем, так, вот мы встретились, поулыбались друг к другу. Ну, просто как бобчинский, добчинский. Я не знаю, какие-то вот персонажики такие вот из-под поля. Понюхали друг друга там, понюхали. Вроде ничем не пахнет хорошо. Другие подванивают. Ну, а мы тут вроде ничем особенным не пахнем. Ну, вот, хорошо. Поговорить не поговорили. Ни о чем не поговорили. Я вот недавно открыл буквально человека. Есть прекрасный художник, кстати, в Новосибирске, Владимир Степанов. Вот я с ним душевно попикировался в Фейсбуке. Так у меня сердечко забилось. Я воодушевился. Господи, боже мой, наконец-то, наконец-то, через 40 лет. Да ладно, там ваше время меня не интересует. Идите, будьте свободны. Вот. Я к тому, что, я к тому, что сердечко-то у меня запилось. И я... Пишка попью. Я как... Я... Юр, мы с тобой не дети, не пять лет. Я че, пошутить не могу. Пишка попью. Да ладно. Ладно, ладно. Это, кстати, показательная реакция новосибирсов. Слово не скажи вообще. Не пошути вообще. Пошутить вообще нельзя. Пошутить нельзя. Он так же опунцовеет, как и я. Багрянародный. Я Константин Багрянародный. Ужас какой-то. То есть, вообще, говорить нельзя, шутить нельзя, иронизировать нельзя, ёрничать нельзя, кобениться нельзя. Это неприлично. В общем, дерь на букву пы нельзя. Вообще ничего нельзя. Слово не скажи. Ну, вот так я и живу, вот так я и живу. Вот здесь я сейчас чувствую себя комфортно, потому что я, вообще-то, я каждый день с утра до вечера говорю. Я молодым людям постоянно говорю. Постоянно и в чем-то убеждаю. Ну, начиная от того, что свет от тени отличается по светлоте. Ну, в общем-то, попробуй проруби мозги. Вот вообще не отличают цвет от тени. Ну, тупость просто одолела. Ну, а я что, виноват, что ли? Вот я вот так вот страстно, между прочим, пассионарно, между прочим, вот долблю с утра до вечера. А про современное искусство? Про современное искусство никто нет. Нет, дискурса нет. То есть, никто вообще, вот здесь, сейчас, мы будем говорить о том, что современное искусство? Вот, например, абстрактные картинки. Вот, например, ваша прекрасная музыка. Вот насколько это все современное искусство? Вот, ну, докажите. Мы никогда не договоримся об этом. Так нет, нет, мы хоть иногда, нет, мы хоть иногда начинаем разговор об этом. Мы никогда, мы... Я воспитывался, кстати сказать, я воспитывался в архитектурной среде. Я воспитывался в архитектурной среде. Вот чвань-то так чвань. Вот по отношению ко мне, к какому-то выскочке, художественная выскочка. Я хочу быть художником, я с детства с штанишками трясу, я хочу быть художником. А там чвань настоящая, серьезная. Они-то делом занимаются, они-то родине служат, людям. А ты-то, подонок, кто ты, в какую-то... Ты из какой щелист, под какого плинтуса мокриться, вылез? Спасибо.